Денис Остапенко В первую петлю мы записываем один кусочек музыки. Далее петля начинает вращать эту музыку и мы накладываем следующий кусок. Уже запишем басовую партию. Вот, уже записано две петли. Дальше мы записываем партию барабанами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гитарный процессор обеспечивает разнообразие звучания инструмента от баса до квакера. Это дает возможность одному человеку играть как за целую группу. Минимизировать состав и писать именно, ну, играть ту музыку, которую тебе хочется, так как тебе хочется, не ориентируясь на других. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыкальный эксперимент привлек внимание известного староскойского музыканта Андрея Красникова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он долго шел к этому вообще. То есть он не уживается как бы в командах, но в нем самом очень большой творческий потенциал. Очень большой. Это уже вторая встреча художников и музыканта. Участников проекта в этот раз намного больше. Их картины получились невероятно разными. Общей оказалась цветовая гамма. Художники использовали только сочные, чистые цвета. В основу своей работы я положила космос. Почему? Потому что то, что играет Денис, я не могу объяснить какими-то, такими, знаете, привычными природными явлениями. То есть на меня это не буря, это не вихрь, это не шторм. Это что-то немножечко неземного происхождения. Поэтому чаще всего, когда я слышу его музыку, я думаю о чем-то, чего я не могу описать или объяснить, или прочувствовать или увидеть. Это что-то совершенно нереальное, ну, а скорее, что-то космическое. Вообще прекрасно. Я очень люблю сам музыку. Играю на гитаре. И я очень люблю всегда, когда музыка, и театр, и живопись, изобразительное искусство, рисование, все это вместе. Потому что это творчество, шикарный проект. Я думаю, что он будет расти. Жизнь вокруг. Она вот рядом. Вот это жизнь. Подобные встречи решили сделать регулярными. Проводить раз в месяц.